Казахстан строит заводы, запускает новые предприятия. Но молодые специалисты, которые приходят на производство, часто не имеют опыта и практики. От подготовки кадров зависит развитие экономики, поэтому в республике по поручению президента внедряют дуальное образование. Что это такое? Смотрите прямо сейчас. Как быстро и эффективно взрастить человека труда? Что дает дуальное обучение специалистам и предпринимателям? В республике существует острая нехватка технических кадров. В этой связи глава государства поручил изучить опыт дуального образования в Европе, когда студент 60% времени проводит на производстве. Иначе говоря, будущий специалист учится и работает, и даже получает зарплату. Поручение президента было исполнено. В республике разработана дорожная карта по внедрению дуального обучения. Проект инициирован Национальной палатой предпринимателей и Министерством образования и науки республики. Цель проекта – качественная подготовка специалистов по заказам конкретных предприятий. Задачи – анализ и определение приоритетных направлений экономики. На сегодняшний день обозначены 11 отраслей. Это сельское хозяйство, ветеринария, экология, металлургия, машиностроение, медицина, фармацевтика, энергетика, горнодобывающая промышленность, строительство, коммунальное хозяйство, сервис управления и транспорт. До конца текущего года таким образом будет подготовлено 10 тысяч специалистов. Но это только начало. Для внедрения дуального обучения необходима большая законодательная работа. С тем, чтобы предприниматели могли брать колледжи под свое управление. По мнению бизнесменов, это обеспечит большую эффективность в обучении специалистов. То есть работников будут обучать на заказ для нужд конкретного производства. Кроме того, мы видим, что на сегодняшний день предприниматели задаются вопросом, им нужно подготовить специалистов не 3-4 года, а в краткосрочный период, до 1 года. В этом направлении мы предусмотрели в дорожной карте подготовку специалистов в учебных центрах, отраслевых учебных центрах. То есть учебные центры готовят конкретно маляров, специалистов по строительству в краткосрочный период. Таких мы создали на сегодняшний день 8 по строительству в 5 регионах Казахстана. В этом направлении тоже очень ведется большая работа, но в будущем планируем в каждом регионе создать по одному учебному центру для наших предпринимателей. В настоящее время в республике идет процесс заключения трехсторонних договоров между предприятиями, которые делают заказ, колледжами, готовящими специалистов, и региональными палатами предпринимателей, которые будут вести мониторинг и контролировать весь процесс. Уже подписано более 100 соглашений. Самым главным пунктом заключаемых договоров является обязательное трудоустройство студентов на предприятиях. В республике действуют 194 колледжа, в которых внедряют дуальное обучение. Раньше студенты полностью обучались в этих среднеспециальных учебных заведениях. С внедрением дуального обучения появилась возможность подключить к образованию предприятия, где есть потребность в специалистах. Таким образом, студент примерно 60% своего учебного времени проводит на заводской практике и оставшиеся 40% образовательных часов посвящает изучению теории в колледже. В рамках внедрения дуального обучения колледжи согласовывают свои учебные планы с предприятиями. Южно-Казахстанская область. В регионе существует проблема перенаселения. Среди молодежи высокий уровень конкуренции в получении образования. Многие молодые люди уже оценили ситуацию и идут учиться на техническую специальность. Но для будущей работы и карьеры в профессии мало знать одну теорию. Нужна практика. Студент третьего курса инновационного технического колледжа Самат Айманбетов на производстве давно не новичок. Уже не один месяц его занятия начинаются не в студенческой аудитории, а в цеху одного из крупнейших предприятий города. Здесь студент на практике осваивает полученные знания. Будущий специалист считает, что только в рабочем коллективе можно узнать все тонкости своей будущей специальности. В нашем колледже в теории обучают, как ввести технологию процесса цемента, как нам производить, чтобы получить качественный цемент, какие химические, физические, надо придерживаться параметров. А тут на практике мы уже сталкиваемся с другими аварийными мелкими нюансами, которые в теории нам учителя говорят, но на самом деле живую мы сталкиваемся. Дуальная модель – это объединение интересов будущего специалиста и государства. Для предприятия это возможность подготовить для себя кадры, сэкономить на расходах по поиску и подбору работников. Теперь не надо будет их переучивать и давать время на адаптацию. Наш колледж технически оснащен всем. И, конечно, это хорошо, что у нас сейчас дуальная система обучения. В прошлом году мы проходили здесь практику только три месяца, а сейчас большую часть знаний дают именно на предприятии. Теория – лишь небольшая часть. Во время прохождения практики ученики имеют возможность познакомиться с режимом работы предприятия, его требованиями и условиями, освоить новые технологические возможности и современное оборудование. Ведь раньше современное оборудование студенты изучали только теоретически. Во многих колледжах, технических колледжах, согласно госстандарту, проводят теоретическое обучение. Но, к сожалению, отработка квалификационных профессиональных навыков, именно привлечение студентов, учащихся к выбранной специальности, во всех колледжах не получается. Потому что отсутствует промышленная база по отработке профессиональных навыков. А в нашем колледже все эти специальности имеют крупную промышленную базу. Преимущества нового подхода в образовании студенты отмечают уже после первой практики. Завтра, когда им придется трудоустраиваться, мучительного поиска рабочего места в их трудовой судьбе уже не случится. Мы не ищем этих ребят где-то на ярмарках труда, а просто уже будущие специалисты приходят к нам сами, видят наше производство, которое с каждым годом растет. И поэтому мы желательно нам приобретать, конечно, специалистов, которые уже есть какие-то навыки. Уже сегодня педагоги ожидают высокий процент трудоустройства выпускников, так как они полностью отвечают требованиям работодателей. Обучение максимально приближено к запросам производства, а для предприятия дуальное образование – это возможность подготовить для себя кадры под заказ. На сегодняшний день в рамках дуального образования у предпринимателя не уходит времени на проведение профориентационных работ для выпускников. То есть тот же выпускник прошел здесь же практику, ознакомился с тем же оборудованием на данном предприятии и сразу же начинает работу. Ему не понадобится время для усваивания, допустим, того или иного технического оборудования. Для молодых людей дуальное обучение – отличный шанс не только получить практические знания. Уже во время обучения они получают за свой труд на предприятии денежное вознаграждение, а после его окончания – работу, которой хорошо подготовлены. Дорожная карта дуального обучения Для предприятий, которые участвуют в Дорожной карте дуального обучения, мы предусмотрели программу международной стажировки специалистов, которая работает на его предприятии. То есть мы сейчас спрашиваем у предпринимателей, если вам нужно отправить на стажировку специалистов, вы нам дайте заявки. Мы по этим заявкам найдем программу в зарубежных странах, подходящую, и отправим от месяца до 12 месяцев ваших специалистов на стажировку. Сейчас мы такие программы создали две – это по машиностроению и по производству строительных материалов. Сейчас мы по Казахстану собрали 87 заявок таких, 87 специалистов мы утвердили, и 87 специалистов среднего звена, именно с среднего звена, поедут в Германию на стажировку до одного месяца. Сегодня мы рассказали вам о Дорожной карте внедрения дуального обучения в проекте, который направлен на снабжение экономики, квалифицированными кадрами с одной стороны и трудоустройство молодых специалистов с другой. Это был телепроект «Республика», что в переводе с латыни значит «общее дело». До новых встреч в эфире.